Музыка Таким образом, на самом деле, мы можем еще где-то на 10-15% такой балансировки оптимизировать наш расход электроэнергии, что особенно важно, когда у нас не оптимальный режим на производство. Скажем, нет ветра, ну и зима, нет солнца. Значит, кроме того, у нас на Снежинке планируется разместить водородное оборудование, которое было разработано, разработано МВТИ при участии компаний-партнеров, это ведущие. То есть, если вузы, это МИРА, МВТО имени Паумана, институты, это институт Иран из Новосибирска, из Подмосковья, ну и так далее. То есть, на этом оборудовании мы будем тестировать, возможно, разные варианты производства водорода, его хранения. Да, будем исследовать транспортировку и варианты его использования, включая, как бы, заправку водородом транспорта. То есть, речь идет о популах, который будет выполнять мониторинговые функции, и автомобиле. То есть, вот, просто вам как выглядит наша, значит, это... Так, вот обратите внимание, как раз на слайде видно некоторые параметры нашей станции, то есть, и обратите внимание как раз на то, что я вам рассказывал про водород. Как мы электроэнергию из водорода мы получаем за счет электрофимогенератора, то есть, на базе топливных элементов. Опять же, когда мы говорим про топливные элементы, мы получаем примерно столько же тепла, сколько электроэнергии, как электроэнергии. Но, учитывая, что нам водород нужен в критических условиях, как чаще всего зима, летом у нас все-таки есть солнце, которое позволяет нам компенсировать отсутствие ветра, то это тепло мы также планируем использовать. То есть, например, если вы посмотрите на... Если вы смотрели передачи, там, публикацию, читали что-то, то есть, как я вам... И обычно речь идет об электрическом КПД. Здесь мы говорим о суммарном КПД, то есть, кроме электричества, мы еще, значит, используем тепло, что позволяет гораздо более эффективно использовать этот тип установок. Значит, про водородную заправку, я уже сказала, это 50 кг водородов. Это позволяет управлять большую технику, то есть, водородные вездеходы. Про аккорно-балантирующий литий-ионный накопитель я уже говорил. Ну, значит, еще один интересный момент, это твердотельные теплоаккумуляторы. У них две функции. Одна из функций, она должна работать как нагрузка при порой ветра, чтобы у нас... Если у нас идет порой ветра, у нас резко идет резкий скачок выработки на самом стенке. И для того, чтобы как-то эту лишнюю энергию забрать, мгновенно забрать, то есть, один из вариантов, это как раз поставить такой накопитель. А потом же, потом это тепло, если это время... Если это не лето, а какое-то холодное время, а года, мы тоже можем использовать в среднесрочном временном интервале. Значит, на станции также предусмотрено водородное теплооснабжение за счет котлов. Но, опять же, водородные котлы это... Водородки у нас это тот случай, когда основные системы не справляются. Это резервирование. Значит, основное направление... Значит, тепло это озерный коллектор. Тепло это не спотенциально теплоозеро, тепловые насосы. Электроэнергия это, прежде всего, ветер, солнце. Скорее всего, будет работать только на производство водорода. Либо на заряд батарей, в случае, если летом появилась у нас погода неветреная. Опять же, вы можете обратить внимание, что у нас на станции достаточно много азота. Это связано с технологическим циклом. То есть, азот, инертный газ, в случае, если мы останавливаем для какого-то обслуживания водородного оборудования, нам необходимо, прежде чем его начать обслуживать, продуть его инертным газом, чтобы избежать возможности взрыва после пламенения. То есть, точно так же так. Так же, так, про ветер, я уже сказал. Вот, обратите внимание, что у нас вот на самый верхний. Это электролизеры, то есть, это оборудование, которое может в помощь подвода электронерки разложить воду на послород и водород. У нас, значит, на станции будет два типа электролизеров. Базовые, которые направлены на производство водорода, именно, для хранения энергии. Это обычные, щелочные электролизеры. Соответственно, кроме того, у нас будет электролизер сперс-твердоксидной мембраны, но он маленький, экспериментальный. В таких мере сейчас, ну, не очень много. Он нужен как раз больше для научных целей. Воду, прежде чем отправляем электролизер, надо готовить. То есть, например, если вы, наверное, все знаете, слышали про дистиллированную воду. Вот дистиллированная вода, она для некоторых типов электролизеров, она может оказаться наждачкой, которая их убивает. То есть, там уровень очистки воды. Для наших электролизеров дистиллированная вода вполне подойдет, но для других электролизеров, как бы, для некоторых типов электролизеров, она не подходит. И, ну, понятно, что мы не будем возить на станции дистиллированную воду. Мы воду готовим сами за счет системы водоподготовки. Вот, посмотрите, как примерно выглядит план размещения. Вот оно, наше, так, видите. Не получается пробитый лазер через стекло. Для удобного производства, и, конечно, через стекло не получится. То есть, вон она сама снизилась, уже не получается пробитый лазером через стекло. Так же на стене видно и солнышные панели, и ветряки. И, вон, видите, есть даже карбонная ферма, то есть, с помощью которой планируется поглощать углеродный след за счет использования, за счет того, что мы высаживаем вес. Это вот здесь, я уже начал говорить о том, что у нас достаточно много партнеров. Это и партнеров, у нас ведущие вузы, и научные институты. И, значит, вот на слайде направления, которыми мы с ними занимаемся, которые касаются общей энергетики. То есть, я их не буду перечислять. Наиболее интересные, касающиеся энергооснабжения станций, я уже рассказал. Ну, кроме того, вот у нас те направления, которые как бы непосредственно завязаны на водород. В принципе, я их тоже рассказал, потому что большинство из них представлены у нас на станции. Это вот еще один проект, который мы реализуем в ИНАУ. Это один из 44 населенных пунктов, которые находятся, которые полностью изолированы. Это означает, что к ним не подъявлено никаких энергоресурсов, ни газа, ни электроэнергии. То есть, в настоящий момент, единственным ресурсом, который они получают, это дизель. Дизель превозможен за счет того, что логистика достаточно сложная. Термоз дизеля может быть очень разной, иногда очень высокой. И вот это первый момент, почему не нужно смотреть локальные энергоресурсы. Второй момент, это связан с надежностью. У нас сейчас, к сожалению, периодически возникают ситуации, когда топливо не подвезли вовремя. И в случае, если мы систему перестраиваем, берем систему, которая была рассчитана на использование привозного топлива, и переводим ее в режим, когда мы отрабатываем комбинированное снабжение, часть энергии получается на месте, часть может привозиться, у нас надежность этой системы значительно вырастает. И в таком случае, если что-то произошло, у нас аварийное энергоснабжение может быть осуществлено как раз теми энергосистемами, которые работают на локальных ресурсах. То есть, можно избежать таких катаклизмов, которые у нас, к сожалению, в этот отопительный сезон происходили, в том же Ненецком автономном округе. Что касается ВОПРОГО, это одного из 44 населенных пунктов, которые изолированы в Ленау, а всего у нас по России таких пунктов больше 700, то здесь у нас, видите, тоже отрабатывается автономное энергоснабжение с использованием ветроагрегата и лития. Вот, видите, я уже к вам начал говорить о том, что у нас цель нашей станции, это как бы отработать технологии не только для региона, но и для России, не только для России. То есть, что касается изолированных населенных пунктов, таких у нас более чем 700, по оценкам Минэнерго, и проживает в них порядка 300 тысяч человек. Вообще в арктической зоне Российской проживает 11 миллионов человек. И то, что мы с Ямалом отрабатываем на наших полигонах, оно потом будет диражироваться по всей арктической зоне. То есть, это касается и энергоснабжения, это касается и других не связанных с энергетикой систем. Значит, кроме того, опять же, если посмотреть еще выше, например, взять первые пять стран, которые основали обеднение БРИКС, то один из факторов, который их обеденал, у всех у них есть какие-то арктические или антарктические интересы. Например, у России есть арктические территории, у Ярвы есть антарктические, у Ярвы Бразилии. А в Индии и Китае есть теоретические стратегии. И здесь получается так, что то, что мы сейчас отрабатываем на наших полигонах, оно, в принципе, может использоваться не только внутри России, но может принадлежаться и в дальнейшем диражироваться и за ее пределы. Вот примерно то, что я хотел вам рассказать. Надеюсь, время на вопрос осталось. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я поняла, что дистиллированная вода не совсем подходит вам для ваших исследований. А ведь дистиллированная вода подходит или нет? Нет, смотрите, для нас, в принципе, подходит. Но нам все равно, какая вода, потому что у нас есть своя водоподготовка. То есть у нас, на самом деле, смотрите, дистиллированная вода у нас электропроводность 5 микросиммуса на сантиметр. То есть у нас, смотрите, у нас вода, если посмотреть, кстати, вот для всех присутствующих, вода это вещество, которое не проводит электрический ток. В то же время, если, например, мы видим в луже какой-то оголенный провод, лучше бы там палец не ссылать. Чем это вызвано? Это вызвано тем, что у нас в воде содержатся соли, которые как раз и проводят электричество. Вот у нас для того, чтобы... У нас наши электролизеры, они работают за счет ионной проводимости. Нам электрическая проводимость не нужна. И поэтому нам очень важно, чтобы... Для чего бы уникать электрическую проводимость, получить достаточно чистую, деионизированную, то есть, как... Дисходу с низкой проводностью. Вот так вот. Опять же, если у вас... Коллеги, если у вас есть какой-то вопрос, вы не стесняетесь. А скажите, у вас это уже запущено или хотя бы какая-то часть, или когда к нам будет? Смотрите, у нас... Значит, в 2023 году мы получили положительное заключение по августе экспертизы. То есть, это был сложный процесс. Мы сделали проектную документацию, то есть, получили... Прошли все согласования. Сейчас как раз уже пришло время строить. И мы, локирующие, думаем, что... Надеемся, что до конца 2025 года у нас в первую очередь появится. Ну и в 2026 году надеемся, что станция все-таки сработает на полную. Понятно, что даже если что-то построить, нужно какую-то тестовую эксплуатацию. Ну, согласование шло достаточно сложно, потому что некоторые технологии, которые были предложены, они... Ну, они как бы очень тяжело проходили через экспертизу. Мы сразу же... Мы не смогли... То есть, нас сразу же отправили на уровень 2 госэкспертизу. Мы не смогли работать с 2 главной экспертизой. Нам сказали, что все, ребята, наверх. И даже там не хотелось показывать, рассказывать, то есть, работать с экспертами, чтобы... Эти технические технологии просто они достаточно инновационные. Ну, а в госэкспертизе... То есть, здесь же наверняка используется не все то, что петено уже нормативной документации, не все, что по строительству и эксплуатации, да? Здесь же есть и новые элементы. Как они проходили в новой госэкспертизу? Здесь потребовались для разработки новых рекламентов, стандартов, нет? Нет. Смотрите, значит, что касается солнца, ветра, то у нас, в принципе, с нормативкой все в порядке. Что касается водорода, то, значит, мы нашли компромиссное решение. Например, у нас одна из картинок по размещению водорода внутри помещений. То есть, понятно, что этот вариант у нас не прошел, не вызвал понимания. Мы в итоге развели, значит, углали водород из жилых помещений и обеспечиваем... То есть, у нас стоят большие топливные элементы, то есть, электрофонгенераторы, которые вырабатываются в теплоэлектромерке, и уже эта продукция идет по помещениям. А сами, значит, водородные устройства, они находятся на определенных, на определенном расстоянии, вот как раз вот этих обеспечиваемых помещений. То есть, ну и у нас идут, что этих работающих моментов было очень много. Значит, что касается использования азерного коллектора, то тоже по тепловым насосам у нас нормативка только начала появляться, чем это не касалось Азербангу, но тоже нашли, конечно, в итоге нашли понимание. Значит, благо, есть такие проекты. Значит, что касается использования воды почти источника тепла, то, на первом деле, это может тиражироваться. Это может тиражироваться не только, если у нас есть пресная вода, у нас, в принципе, есть береговая зона вдоль Северного морского пути и незамерзающий океан. Это тоже один из вариантов использования. Если мы посмотрим, что в 12 страны, то есть примеры, там несколько примеров использования соленой воды. Пресная вода, как бы, у нас был в России только один проект, в Мурманской области, но там все-таки, несмотря на то, что регион арктический, Мурманск, он по климату немножечко отличается. Это раз, и второе, наши объекты, конечно, больше, ну, так, иногда не всегда была нормативка, и блок, конечно, пройти мы не могли. И поэтому это заняло достаточно много времени. Как мы же в остальной инфраструктуре? Дороги, развязки, СЖД, Зимника, автодорога? Сумолеты, взлет? Вообще, планируется, что, значит, если планету как-то проехать на вездеходах, типа Харп, типа Русак, значит, можно будет на арктических вездеходах. По Зимнику, ну, у нас, наверное, на вездеходах прошли, то есть дороги там нет, в том понимании, как бы, о котором идет речь. Мы специально убирали место, где нет дороги, потому что у нас в том числе и отработка технологий, связанных с транспортировкой. То есть у нас будут арктические внедорожники, кстати, в том числе и на водороде. Спросите, по стоимости для потребителей вашей энергии, по существующим источникам энергии, она когда отличается, дороже будет? Смотрите, что касается конкретно вот этого объекта, то объект он научный, и понятно, что если мы делаем какой-то разовый объект, то говорить о том, что сколько он стоит для потребителей, это не совсем корректно. Значит, что касается стоимости энергии в наизолированных территориях, то, значит, у нас она в зависимости от того, где мы находимся, достигает 2,5 тысячи рублей за киловатт-час. Для сравнения, в Москве 5, 500 раз больше. И смотрите, значит, водородом, по нашим оценкам, следующая ситуация. Если мы уходим ниже 50 рублей за киловатт-час, значит, эти технологии интересны. То есть мы, значит, мы находимся на изолированных территориях, мы находимся в практике, то есть это, понятно, если бы мы сейчас вот здесь рядом с РТНК ставили такой блок, то бы вам другая стать. Здесь давайте ориентироваться на цифру где-то 50, ну, 50, давайте, 50-100 рублей за киловатт-час. То есть если то, что считается для изолированных территорий, попадает в этот диапазон, мы где-то, наверное, 50 возьмем. Если, скажем, у нас получилось 40, то это интересно. Если у вас получилось, ну, очень много, то есть это неинтересно. Но опять же есть отдельные вещи места, чем мы идем, куда вертолетами подвозят бочку дизеля, и вылет вертолета это от 5 миллионов рублей, погода может там неделями быть нелетной. И понимаете, что без ВИА там совсем нельзя. То есть мы идем, как бы, речь о достаточно таких вот необычных условиях жизни. Но опять же это касается не только населенно-пунктов, это касается и объектов. Так, девушка, если можно? Дорогой человек, мне очень приятно, как выпускник офисерка 90-го года. Видит на сцене выпускника офисерка несколько более младшего года, чем 90-го, какого года закончил офисерк, можно узнать? В эфире заканчивается. А, в эфире заканчивается, да? Хорошо. Когда, соответственно, если можно, от начала и до конца, как вы попали в эту команду и как ваша команда московско сформировалась? Хорошо. Ответ на первое. Просто как я попал, меня пригласили. Значит, почему меня пригласили? Потому что я достаточно давно, то есть где-то с 2010-го года занимаюсь автономно-возгновляемой энергетикой. То есть, в частности, в том числе, значит, биогазом. Когда-то в 2012-м году мы пытались в «Газпроме» сделать дорожную карту по использованию в «Газпроме», то есть, так получилось, что мы возобновляемые энергетики достаточно узкие. И в какой-то момент мне просто поступил звонок на вопрос, хотите ли вы заниматься в станции полярной станции и ответил так. А о том, в таких условиях я узнал уже значительно позже. Сейчас я сюда в работе. Это прекрасно. Спасибо. Ну и как-то вот много ваших объектов уже внедрено. Нет, нет. Как я понимаю, что пока грибная энергия будет для нас при помощи метро-генератора. А если мы будем в тепле, то же самое по параме. У нас речь идет только о электроэнергии. На «Снежинке» значит речь идет о тепле. Потому что там речь идет о том, чтобы обеспечить автономную энергоснабжение полностью, то есть за счет локальных ресурсов. Но опять же, я еще раз повторю, у нас будет использоваться озерный коллектор, значит, с тепловыми насосами. Кроме того, у нас источником тепла являются электролизеры. Где-то 15% электроэнергии идет на вырубоку тепла. Опять же, в том случае, если заготовка водорода идет в то время, когда отопление требуется. Ну и когда у нас идет работа топливных элементов, у нас тоже выделяется достаточно большое количество тепла, которое тоже будет идти на теплоснабжение. Смотрите, а есть ли можно перспективы использования водорода в качестве источника тепловой энергии? Да, конечно, есть. Смотрите, у нас два варианта, как это можно сделать. Первый вариант – это топливный элемент. Он фактически как генерационная установка. Если вы посмотрите, уже есть у нас, не в России, правда, в Корее есть уже модули на 400 кВт, в которых заявлено производство тепла и электроэнергии. Причем, а разница тепла на выходе 120 градусов. Это классическая квартальная котельная в Москве. То есть, выход прямой воды с котельной. То есть, тут два направления. Понятно, что еще одно направление, которое может... Так, последний вопрос. Еще одно направление, которое может использоваться, это, в принципе, водород может использоваться для того, чтобы разжигать дорожные подсветки низкокачественного топлива. Но это, опять же, не в нашем случае. Это мы смотрим просто гораздо шире. Из-за того, что очень много котельных используют некачественный мазух, например, тот же М100, либо используют древесное топливо. То есть, там тоже есть перспектива, но пока до конца циничек не готов. Стоп, пойдем.